Приветствую вас и прежде всего мне бы хотелось сказать о том, что вот эти вот люди, которые вам говорят такие вещи, мол, куда пропал, чего не звонишь и так далее, поехали гулять и эти люди, которые навязчивые, насмели они вас. Вот вы говорите, я хотел бы оставить отношения к ними, значит, ну, положительными, неправильно положительными, да? Но зачем они вас, эти люди, если вы сами называете их навязчивыми? Для чего они вам? Постарайтесь, вот, на этот набор ответить. Далее, что касается прав, что касается того, что можно было бы сказать, то здесь, я думаю, все зависит от того, как вы сами воспринимаете информацию, и все зависит от того, как вы относитесь к каким-то вот новым идеям, к каким-то вот новым предложениям и так далее. То есть хотите вы, условно говоря, сохранить нейтралитет. И, значит, тогда можно сказать довольно такую простую вещь, что у меня сейчас изменился образ жизни, условно говоря, да? Например, значит, вы можете написать, что у меня сейчас сменились, например, приоритеты жизненные, и что эти жизненные приоритеты пока не оставляют мне времени, на то, чтобы уделять какое-то внимание, уделять свое время вам. Но я думаю, что скоро все изменится, и когда все изменится, я обязательно дам знать вам, и мы проведем с вами время. Вы можете сказать таким образом. На вопрос, куда пропал, вы также можете сказать, что решали, например, ну, допустим, решали свои дела, и до сих пор находитесь в процессе решения. И когда освободитесь, наберете, наберете человеку сами. То есть, нужно постараться в возможности четко дать понять людям, что вы имеете их в виду, что вы в курсе того, что они о вас думают, обязательно нужно поблагодарить, сказать большое спасибо, что интересуетесь, большое спасибо, что предлагаете, большое спасибо, что не забываете. Вот это все обязательно нужно сказать человеку, чтобы он понял, что вы настроены по отношению к нему достаточно позитивно, чтобы он понял, что вы, например, не злитесь, что вы как-то, ну, не негативно относитесь к нему, и так далее. Чтобы вот это понимание у человека было. И тогда, если это понимание будет у человека, то совершенно определенно, что он сразу воспримет то, что вы говорите, он сразу воспримет то, что вы ему скажете с большим позитивом, и не будет воспринимать как оскорбление то, что вы, например, ему отказали, то, что вы, например, не смогли там, допустим, с ним встретиться или что-то вроде того, понимаете. То есть нужно просто-напросто сразу создать вот эту атмосферу, атмосферу правильного отношения к нему. И тогда, после этого, после того, как вы вот это скажете человеку, он уже по-другому воспримет то, что вы до него до сих пор не встретите, что у вас сейчас, ну, например, там, сложный период, и что вы сейчас решаете свои дела. И, вы знаете как, вы не хотите отягощать себя ответственностью, да, не хотите отягощать себя, ну, скажем так, не хотите отягощать себя обещаниями. И это правильно. Правильно не хотеть отягощать себя обещаниями, особенно тем людям, которые вам неприятно. Это нормально. Это правильно. Но вы не отягощаете себя обещаниями, если скажете, что, например, я обязательно с вами или с тобой свяжусь тогда, когда у меня будет возможность. вы не отягощаете, вы говорите, я свяжусь, когда освобощусь, но вы не говорите о том, что, например, я позвоню тебе, там, скажем, там, допустим, завтра, или я позвоню тебе, скажем, там, через пару дней обязательно. Такого вы не говорите. И это создает для вас определенное пространство для маневра. И вы можете использовать это пространство так, чтобы поступать так, как вам угодно, так, как вам удобно, и обращаться к этим людям тогда, когда вам удобно, когда вам, ну, условно говоря, когда вы считаете уместным для себя с ними как-то связаться. Я думаю, что это самый лучший вариант для вас. Вот, по моему мнению, это самый-замый лучший для вас вариант. Сказать, что у меня сейчас такое трудное время, я сам связываюсь с вами. Вот. И все. И тогда вы и людей звоните, если предварительно поблагодарите их за то, что они помнят о вас. И дадите им понять, что у вас дела, и что вы сами с ними связетесь, когда у вас будет время. На мой взгляд, все решено и абсолютно беспроигрышная позиция, беспроигрышное высказывание, которое позволит вам сохранить отношения с людьми. Вот. Далее вы пишете, значит, либо все идет глупым отмазком, дающим отсрочку, либо отвержение человека. Вы определитесь за сами для себя, чего вы хотите. Вы пишете, что, во-первых, хочется оставить этим человеком нейтральное положительное отношение. Если так, если нейтральное положительное отношение вам с человеком хочется оставить, то это значит, что у него должна быть какая-то надеяда на отношение. А надеяда на отношение – это всегда перспектива взаимоотношения, взаимодействие. Поэтому без отсрочки не получится обойти. Вы не можете сказать человеку, значит, я с тобой больше не хочу видеться, или я с тобой больше не увидюсь, но при этом остаться с ним в нейтрально положительном состоянии. это невозможно. Если вы скажете, если вы скажете, или дадите человеку понять, что вы больше не увидите, что это будет отрицательное состояние уже. Но отстрочка, отстрочка может быть разной. вы можете сказать, что через два дня, и это будет офигащающая отстрочка. А вы можете сказать, что я как смогу, я наберу. И эта отстрочка может быть очень долгой, и человек действительно будет думать, что вы загружены, и что вы заняты, и не будет на вас содержаться, и тем самым нейтрально положительное состояние будет сохранено. Как вам нужно определить, что для вас важнее? Если, во-первых, и во-вторых, что вы написали, оно как бы противоречит друг другу. Немножко. Потому что, еще раз повторю, человек не может оставаться с другим в нейтрально положительном отношении, если кто-то из них не хочет вообще взаимодействовать с человеком, в нейтрально положительного отношения. Так что в глобальном смысле отсрочка необходима. Хотя бы чтобы человек думал, другой, что это отсрочка. А вы можете, взяв ситуацию под свой контроль и сняв с себя обязанности по однозначному, жесткому, жесткому, определенному выполнению своих обещаний, вы можете просто, просто, жить своей жизнью и, вот, когда вы захотите, когда вы, у вас появится желание стать человеком и связаться. Сейчас, вот, у меня принес время, там, давай, как бы, пообщаемся. то есть, вам нужно поставить себя так, что, когда у вас будет время, вы с человеком связаны. вы ему не должны ничего, и он вам ничего не должен. Вот, это правильная стратегия и правильное направление. Ее, как я вам уже сказал, определите, сперва, вот, в приоритетах все для вас важнее. И, исходя из, приоритетов, уже действуйте, И вы в итоге получите то, что вы хотите На этом все, надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку Помогу, если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго и удачи Спасибо за просмотр!